Венесуэла мобилизуется. Статья на РТ за 2 декабря 2019 года. Исраэль Шамир. Мандура призывал свою армию к оружию. Власти Колумбии совместно с южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность, заявил он на встрече с работниками транспорта. Не ясно, насколько ситуация серьезная. Об этой мобилизации сообщают считанные источники. А прочие корреспонденты из Венесуэлы рапортуют о Черной Пятнице и Шоппинге. Однако бдительность не помешает. И если мобилизация разубедит колумбийских пособников к США вмешиваться, то оно того стоит. Латинская Америка давно не была в таком раздрае. Грубый проамериканский переворот в Боливии, откуда Эва Моралес с трудом смог сбежать в Мексику. Волнение в Аргентине, Чили и Бразилии, волны беженцев на границе Техаса, народное восстание в Колумбии. С одной стороны народные протесты, с другой жесткие проамериканские режимы. Пустые разговоры о демократии, постоянная угроза американской интервенции. Так выглядит сегодня и южный субконтинент. Венесуэла и Куба держатся. Им трудно. Куба находится под американской блокадой с 1962 года. Венесуэла уже год как стала объектом экономической и психологической атаки. Американцы заблокировали даже перевозки топлива из Венесуэлы на Кубу. Собственную нефть в Венесуэле вывозить труднее, чем американцам наркотики из Афганистана. Россия, хотя и инвестирует в обе эти страны и помогает на дипломатическом фронте, не может, как СССР в свое время, потянуть экономику Кубы, а тем паче Венесуэлы. Русская компания «Лукойл» ушла из Венесуэлы под американским давлением. Давят и на рост нефть. Танкеры выходят в море с выключенными транспондерами, чтобы их не отследили американцы. И в России немало людей, которые хотели бы, чтобы Россия легла под США и отказалась от своих труднозащищаемых позиций. Проблема Венесуэлы не мягкий боливарианский социализм или дружба с Россией, как толкуют русские гуаидо вроде латыниной наехи. Они бы прекрасно справлялись, если бы США уважали их суверенитет и давали им жить. Как, скажем, Россия уважает суверенитет Эстонии, но жить им не дают. США превратились в чудовищного вампира, который высасывает жизненные соки из всех стран и народов. Из Франции, Японии, Африки. И этот вампир страшно карает и мучает тех, кто мешает ему пить свежую кровь, пока не уйдут от власти противники и не позволят ему снова припасть к пульсирующей артерии. Если в 1962 году мир был разделен, глобализация только начиналась, у народов были варианты. Сейчас мы оказались в глобализованном мире, где одна банковская система один доллар правит, а США сейчас могут себе позволить такое, чего раньше не могли. Тогда была блокада, сейчас у них есть вторичная и третичная блокада. Например, французский банк BNP финансировал сделку между французским предприятием и иранской нефтяной компанией. Казалось бы, при чем тут США? Но американский департамент юстиции обложил французский банк многомиллиардным штрафом за нарушение американского запрета торговать с Ираном. Банк так и не оправился. Сейчас тоже и с Венесуэлой. США конфискуют нефть, перекрывают способы поставки нефти, запрещают использовать доллар как средство оплаты, а другого пока нет. Скоро будет, но пока нет. И западная пресса с садистским удовольствием описывает, как венесуэльские школьники падают в обморок от голода. У американцев есть ощущение, что на ослабевшую Венесуэлу можно уже надавить военным путем, нанести Коп-де-Грейс, добить. И тогда на штыках морпехов и колумбийских наемников привести к власти в Каракасе их ставленника Гуайдо. Колумбийской хунте эта идея нравится. Люди забудут про тлеющую партизанскую войну, про массовое недовольство. Видимо, Мадуро считает, или ему стало известно, что эти планы готовы к исполнению. Но он считает возможным продолжать систему открытой торговли, свободного рынка, не прибегая к жестким мерам внутри страны. Он надеется, что и переворот в Боливии можно открутить назад. Время покажет, кто победит. Время и мы, потому что Россия не зритель, но участник происходящих баталий, которые пока идут на фронтах экономической и пропагандистской войн, но могут в любую минуту стать горячими. Если бы Россия могла помочь Кубе и Венесуэле так, как когда-то помогал СССР, другое дело. Но ядерный щит и меч России не предназначены для борьбы в джунглях Латинской Америки. Нет у России желания конфликтовать с США раньше времени, и каждый год без войны уже можно считать успехом. Но нападение на Венесуэлу Москва не сможет и не захочет спустить. Исраэль Шамир. Венесуэла мобилизуется. Продолжение следует...